Дональд Трамп больше не президент, а это значит, что в последнее время о России особо не слышно. То есть не было слышно до того дня, когда Джо Байден дал интервью с целью напомнить нам, что он крутой парень. Вы знаете Владимира Путина, вы считаете его убийцей? Считаю. Какую же цену он должен заплатить? Вы обязательно увидите, какую цену он заплатит. Путин заплатит, потому что он убийца, говорит человек, который только что запустил ракеты по Сирии без очевидной причины. В ответ Путин вызвал Байдена на дебаты, которые, честно говоря, стоило бы посмотреть. Мы хотим послушать, что может сказать Байден, но рассмотрим подробнее деяния России. Она ведь нас так огорчает. Что сделали русские? Провели геноцид. Скупили все страны третьего мира в Африке и Латинской Америке, строят буквально всю инфраструктуру на Багамах. Они крадут наши рабочие места, нашу интеллектуальную собственность, забрасывают нашу страну тоннами фентанила, унесшего более ста тысяч жизней. Они наводнили наши университеты шпионами, они пытаются добиться мирового господства. Хотя, погодите, это не Россия. Россия не выпускала вирус, разрушивший нашу экономику и оставивший миллионы людей без работы. Это сделал Китай. Китай. И диктатор, который им управляет Си Цзиньпин. Джо Байден это знает. Он знает, что Россия не угрожает существованию Соединенных Штатов, но продолжает говорить об этом, потому что не хочет говорить о Китае. Его семья, по-видимому, заработала миллионы с помощью Китая. Как и другие бесчисленные представители корпоративной и правящей элиты. Но заплатит Путин! И знаете, кто еще заплатит? Вы! Скоро вам придется платить гораздо больше налогов. Об этом Байден тоже рассказал. Продолжение следует...